188 человек обратились с жалобами за последние полгода на оказание медицинских услуг в Росздравнадзор по Тверской области. Как пояснили в ведомстве, большая часть обращений связана с причинением вреда здоровью, а в ряде случаев и жизни при оказании помощи. Подробнее в нашем следующем сюжете. По результатам проведенных проверок в первом полугодии этого года медицинским организациям выдано 35 предписаний об устранении выявленных нарушений, что в три раза больше, чем в прошлом году. Составлено 15 протоколов об административных правонарушениях, что на 36% превышает показатели аналогичного периода. У жителей областной столицы на Центральной пешеходной улице мы узнали их мнение о качестве медицинских услуг в различных организациях. Вообще все не нравится, все платно, все очень дорого. Я даже не знаю, как вам объяснить. Вы сами понимаете, куда не придет, только деньги. Только деньги, деньги и деньги. Все дорого. Выписывают медикаменты, все дорогие, все дорогие. А вот нам, пенсионерам, вообще очень дорого покупать. Да, да. Я астоматик, а у меня нет сейчас вот препарата, который мне нужен. Когда будет, неизвестно. Вот этим я недовольна. Народу очередь большая. Загруженность врачей, соответственно, с этим. А какие-то положительные стороны есть? Они очень добрые, хорошие. И им я сейчас очень сочувствую. Работа в таких условиях тяжелых. Очереди в поликлинику на записи к врачу нереальные просто. Медиахолдинг Тверской проспект старается предоставлять зрителям объективную информацию по различным направлениям медицины. Как стоматология, ортопедия, кардиология, гинекология и другие. Которая поможет сориентироваться в огромном мире рекламных предложений. Наш телеканал намерен задать вопросы Росздравнадзору и юристам. Как нужно действовать жителям Верхневожья, чтобы не стать жертвой некачественных медицинских услуг за свои же деньги. Могут ли пациенты требовать лицензию у медицинского учреждения? И как она должна выглядеть? Если у вас есть своя история, вопросы по заданной теме, звоните по телефону 300 341. Код города 4822.